Девочки, дорогие, любимые мои, я вас всех очень-очень рада приветствовать на нашем канале. Сразу прошу прощения, что я вчера не вышла. Записала для вас два ролика. В общем, короче говоря, микрофон сломал. Ну, в общем, вчера, видно, был не мой день. Но я же должна обязательно выйти и вам рассказать, потому что время не терпит, у нас же на дворе зима, девочки. Вот, и сегодня вам записываю такое, ну, получается, не в графике. Ну, в воскресенье, как положено, буду снимать, как положено, видео. Вот, что у меня, девочки, происходит. Сегодня я прям написала себе план, что я вам сегодня расскажу. Но сначала я немножко забыла, я всегда предупреждаю, что наш канал здесь развлекательный, никакого попетельного вязания. Я здесь ничему вообще не учу. Я просто вам напоминаю, как это делается. Потому что здесь все свои, все все знают, как вяжется. Но вы же сейчас прогуляли уже сколько, целое лето, да, никто ни за что не брался. И поэтому я вам напомню просто, как, что делается. Ну, я думаю, что это будет уместно. Ну, мне так кажется. Потому что, я думаю, что, девочки, мы догулялись с вами до такой степени, что уже крючок от спиц, наверное, не отличим. Да? А нам надо. Нам надо. Потому что носки, свитера, ну, в общем, это никто не отменял. И как написали правильно комментарии, да, что я-то вязать умею, а родственники не умеют. А им тоже надо. Понимаете? И носки, и все. Так, по плану, как вы меня учили? Я ж способная ученица, вы мне сказали написать план. Я написала. Но не факт, что я по нему буду вам рассказывать. Ну, хотя бы я ж написала. Я вам должна его прочитать. Так, свитер Сережин покажу. Носки, как вязать, покажу. То есть, это и носки, и рукава, и карманы, и, в общем, все-все-все, что касается полого вязания. Очень хорошая штука. Возьмите себе на заметку. Сейчас я вам покажу варианты, где оно вообще используется. Я его использую везде. То есть, все это полое вязание знают, да, но куда применить его, непонятно. И еще, девочки, я сразу прошу прощения. Снимаю, как вы же понимаете, да, то, что я вам снимаю здесь, там, ну, и кучеряшки, и все. Кто меня увидит на улице, вот так вот я буду выглядеть на улице. Потому что днем снимаю, если кто-то придет. Ну, в общем, если много будет отключений, ну, не обижайтесь. Так получается. Но я все скажу, что я запланировала. Итак, про погоду. Я вам не говорила еще. Обязательно должна сказать вам про погоду. Погода стоит настолько шикарная, что я так понимаю, что мы такие хорошие, что нас балуют вот такой вот погодой. Это просто, ну, я такого не помню, чтобы была такая вот и тепло, и дождя нет, и солнце светит. И, в общем, ну, у нас народ пошел на море, как я вам и говорила, местные все пошли на море, там все лежат на пляжике и даже купаются, потому что вода теплая. Выходить холодно, но вода теплая. Так что до моря я еще доберусь. Прямо вот, наверное, сегодня и доберусь домой. Но это про меня. Еще сразу вам скажу, и потом по делу. Вы же знаете, что у меня иногда проскакивает, ну, такие... Ну, в общем, чем я пользуюсь, то я вам и рассказываю, естественно, в вязании. Вот. Начали приходить такие комментарии. Без лишней воды, без всякой, не надо нам развозить, не надо нам ничего здесь рассказывать, помимо того, что вязание. Говорите четко, ясно, и вот чтоб это было вот только по вязанию сугубо, и все. Девочки, я так не умею. Это такие кто-то, ну, не очень давно на канале. Вы же знаете, я пока про себя не расскажу. Я дальше рассказывать не буду. Хотите вы этого, не хотите. Это я вам еще про стройку не начинала рассказывать. Так, все, по делу. Ничего не по делу. То есть по делу, но... Для меня вообще нет ничего лучше, как если я кого-то вдохновила что-то сделать. Вот мне прислали фотографию юбки, которую, значит, связали. Я так понимаю, что одна юбка готова, вторая юбка в работе. Прислала Ксюша. Выставлю... Я спросила разрешение, можно ли выставить эту фотографию. Выставляю вам вот эти три фотографии, и вы понимаете, нет, ничего для меня нет радостнее. И вообще, вот прям, знаете, когда я вижу, что получается, и как бы идею взяли вот с моей юбки, вы себе не представляете, какое это счастье вообще, что я вот увлекла, и вот это получилось. В общем, спасибо вам огромное, что вы и делитесь и со мной, и я с вами тоже делюсь. Вот, связали юбку, классная юбка, и на зиму надо связать по юбке. Вот, так что я вам благодарна, и успехов вам, и успехов нам всем. Показала юбку вам. Ну, классная же, классная. У меня здесь... Вот, и теперь сравните. Вот эту юбку, да, она такая прям, ну, такая, ну, мощная, красивая юбка. И мою юбку, которую я вязала, это просто я отсюда ее не унесла, и мою юбку, которая... Это моя самая первая юбка, потом уже выровняли край, да, у меня вот с такими хвостами юбка эта. Ну, вот эта юбка, мне кажется, намного смотрится так добротнее и дорого смотрится хорошо, чем... Ну, и тоже хорошо смотрит. Ну, в общем, ну, класс. Вот. Так что вам нравится, а мне нравится еще в тысячу раз больше, что вам нравится. Идем дальше. Так, про погоду рассказала. А, ну, еще доскажу, потеряла пульт от телефона, от селфи-палки. Ну, теперь вот надо покупать новую. Так, все, пожаловалась. К делу, к делу. Переходим к делу. Свитер Сережин. Свитер Сережин. Почему показываю? Во-первых, обещала вам показать этот свитер. Вот. И расскажу же про... Мы сейчас говорим о вязании по кругу на двух спицах. То есть вот такие вот короткие... Это рукав от куртки. Про куртку я расскажу вам в конце видео, что происходит у меня. Вот. Мы говорим сейчас о полом вязании. По кругу, но на двух спицах. Вот. То есть где его можно применить. А потом я вам покажу, как набрать, как переснять петли, как вязать, как вот здесь вот расклешить это все дело. Это я вам сегодня покажу. Вот. Многие я показывала уже, но многие на канале новенькие. Да и вообще напомнить, как это делается. И чтобы вы вникли, где это применяется. Так. Сказала. Вот Сережин свитерок. Довязала я Сережин свитерок. Теперь я умная. У меня здесь не будет ничего шуршать. Сейчас проверим, будет или не будет шуршать. Вот такой вот свитерок получился. Вот карманы. Ближе вам показываю. И вот оно, наше любимое полое вязание. Вот. Двойная эта штука, чтобы она была поплотнее здесь. Видите? Вот она двойная. Вот как вы еще свяжете по-другому. Вот я сразу вязала два рукава. Ой, два кармана. Здесь набрала и здесь набрала. И начала вязать полым вязанием. Сзади, то есть я набрала петли, вязала одну петлю, вязала накид, вязала накид, на той стороне провязывала накиды, а эти петли снимала, как полом вязание. Так. Рукава. То же самое. Полое вязание. Я их провязала здесь. Помните, да? Рукава я обрезала. И закрывать иголкой я вообще... Во-первых, я не умею иголку держать в руках. Для меня пуговицу пришить, это целое прям событие-событие. Вот. И иглой я никогда не закрываю. Мне вообще не нравится этот способ. Но это лично мое мнение. Поэтому я связала здесь... Вот. Подвязала лицевой гладью. Но не поняла, почему лицевой я подвязала гладью. Хотя здесь нужна была резинка один на один, чтобы она хорошо стягивалась. Вот. Ну, вот. Подвязала я лицевой гладью. И здесь я подняла отсюда петли. И петля в петлю здесь его заделала. Но я же взяла два рукава. Правильно? Вот. И точно так же полым вязанием связала вот этот вот кусочек. Иначе вы же понимаете, да, по кругу, как бы я его вязала, как бы я петли перетягивала бы. В общем, очень неудобно. Вот вам полое вязание. Вот это тоже полое вязание на карманах. Вот. Еще вот вариант вам использования. И сейчас, девочки, я вам доскажу про пуговицы. Ой, я вам про пуговицы... Короче говоря, вы помните, да, взяла я коричневые пуговицы, но они у меня сюда не пошли. Я вам сейчас про пуговицы... Вот, девочки, смотрите. Помните, я брала, покупала, показывала вам, покупала я вот такие вот пуговицы. Видите? Они мне не понравились. Они слишком, ну, большеватые и как-то так попроще смотрятся. И я взяла пуговицы железные. То есть они у меня были. Эти пуговицы у меня были. Видите, какие они? Именно такие получились мужские пуговицы. А что это была за пуговица? Почему я вам это рассказываю? Чтобы вам на будущее, чтобы вы, ну, придумывали, как можно сделать. Думаю, я вам обязательно скажу. Может быть, кто-то не знает этого. Вот, смотрите, это была одна пуговица. Ну, то есть это были вот пуговицы. И вот одна у меня осталась, больше не было. Вот, смотрите, она на лицевой стороне какая. Видите? У нее здесь как типа цветочки или что-то такое. Я их перевернула на эту сторону. И получились вот такие вот мужские пуговицы. Почему нет? Кто нам запрещает так перевернуть пуговицы? Еще, смотрите, вот эта пуговица. У нас же сейчас зима на дворе, да? И деревянные пуговицы у нас сейчас пойдут в ход. Вот, смотрите, вот эта пуговица. Вот она хорошая, все, она нормальная пуговица, да? Но если ее перевернуть на эту сторону, посмотрите, это классическая пуговица получится. Видите, какая красивенькая будет? Вот, так что вы себе тоже смотрите. Вот, допустим, вам нужна какая-то пуговица, допустим, в горошек какой-нибудь. Вот у меня было такое, что мне нужны были пуговицы в белый горошек. Где их найдут, эти пуговицы в белый горошек? Я взяла лак для ногтей и сделала горошки. То есть, ну, придумывайте сами. Сами придумывайте, как вот сделать так, чтобы нигде нет, а у вас есть. Вот, это я вам хотела вот такие идеи сказать, что можно, в общем, придумывайте. Так, свитерок я вам показала. Вот такой вот получился у меня свитерок. Вот, дальше там я вяжу полосатый свитер, который должен был платьем быть. Но я все-таки решила перевязать рукава и сделать Сереже свитер. Вот, так что платье я буду вязать, обязательно буду вязать платье. Свитер сказала, прополая это вам сказала. Так, вот, теперь носки. Носками я буду хвастаться вам не один раз. Я буду хвастаться весь год. Я не знаю, свяжу я еще или не свяжу носки. Ну, конечно, свяжу я носки таким способом. То есть, не носки, а я хочу такие, знаете, длинные, вот, чтобы за колено были такие длинные, как, ну, я не знаю, гольфы это или не гольфы. Не знаю, зачем они мне, ну, почему-то мне так хочется. Так, показываю носки. И сейчас расскажу полностью, как их вязать вообще с самого начала. Потому что, опять же, вспоминаем тот комментарий, который написали девочки, что вязать умею только я одна, а родственников много. И всем нужно носки. Всем нужны носки. Вот, пока вы по одному носочку будете ковырять, уже зима пройдет, и ваши родственники позамерзают. Не говоря уже про вас, потому что вы будете вязать всем, а у вас не будет. Ну, это такой закон, понимаете? Ну, вот они мои. Шедевр, девочки. Это для меня подвиг. Шедевр и подвиг. Итак, сегодня я вам расскажу хитрость про резинку. Смотрите, обычно, да, все мы жалуемся, что резинка, она или тугая, или она слабая, или, в общем, с резинкой, у нас проблемы. Согласны? Все согласны. Вот с этой резинкой у всех проблема. Или она разболтанная резинка. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, у меня носочки. Вот она, если ее пару раз вот так сделать, она вот так вот остается. Видите? Ну, то есть, мы как бы так привыкли, и она нормальна. Они потом... Ну, вот она, видите, висела. Вот она, видите, растянутая. Ну, нормально все. Ну, я вам покажу, как сделать так, чтобы она у вас и тянулась аж до неимоверных размеров, и... И в то же время и не растягивалась, в общем, и не давила. Ну, вы меня понимаете, девочки. Так, вот, смотрите, резинка. Видите? Тянется до упора и назад стягивается. Видите? Так, ну, тут уже все, конечно, догадались, но я скажу. Пятка. Про пятку меня не спрашивайте. Пятка у меня получилась просто, ну, от отчаяния, видно, мне было так нужно, и все силы космические сошлись, чтобы я связала вот эту пятку. Я этого делать не умею. Вот. То есть здесь как-то я вязала, я уже не помню как, но про пятку я вам ничего рассказывать не буду. Здесь как-то вот недовязанными рядами, видно, вязалась. Ну, как-то так и вязала. Так, носок. Начнем, конечно, мы сейчас с вами с носка, и, естественно, покажу на пальцах, как умею. Просто вам напомнить. Вдруг кто вяжет по-другому это, а вдруг кому-то понравится. Вот такой вот, видите, носочек здесь. Вот. Вот. И это все полое вязание, кроме пятки. И вот вяжется носок, я вязала, я же вам хвастаюсь этим носком, да, носками этими, гольфами, гольфами. Вот. Я вязала с носка, вот так, вот так, потом пятку связала, потом объединилась, потом вязала дальше. Здесь я, естественно, добавляла. То есть, чем хорошо это вязание, вы можете носки вязать и такие, и такие, и такие, и до колена, и за колена, и точно так же. Колготки. Кстати, видела вязаные колготки. Девочки, очень красиво смотрятся. Очень красиво смотрятся. Тем более, если взять фиолетовые, я не знаю почему, но вот фиолетовые и хаки цвет, такой темно-зеленые колготки, почему-то смотрятся со всеми вещами. Я не знаю, у меня нет, но может быть, может быть, я свяжу колготки. Так, ну что, начнем с вот этого. И заодно покажу, как резинка 2х2, то есть полое вязание, это еще понятно. А как резинку 2х2 связать? Так, ну сейчас я беру нитки и показываю вам, напоминаю вам, как это делается. Сейчас. Ну, девочки, естественно, как водится на нашем канале. С конца начинаем, потом там с середины. Короче, как пойдет, вы там уже сами, сами, сами. Так. Тут вообще не шутки. Мы шутим. Тут серьезные вещи, понимаете? Серьезные вещи. Так. Для, допустим, да, вяжем рукав. Нам нужно набрать петли. Как я набираю петли и разделяю вот это вот полотно. Ну, то есть объединяю наоборот это полотно. Так. Как я набираю петли? И почему я так набираю петли? Я показывала, показываю еще раз. Я набираю всегда все вещи за редким исключением, очень редким исключением. Я набираю вот и свитер у меня так набран. Вот видите, край какой. Вот. Вот такой вот край. Он очень... То есть, если я сюда захочу привязать резинку, я вот здесь подцеплю вот эти вот петли и довяжу резинку. Набираю я всегда с одной нитки. С одной нитки. Вот. Одна. Одна. Нитка. Ну, вот допустим, да? Вот. Одна нитка. Вот так вот я беру. Делаю петелечку. Да? И набираю петли. Вот так вот. Накидываю петлю на спицу. Вот так вот. Вот. И получается эластичный край. То есть, вы вот так вот набрали столько, сколько вам нужно петель. Провязали один ряд. Допустим, вам нужна резинка два на два. Но сделайте так, чтобы у вас крайние петли были лицевыми. То есть, две лицевых, две изнаночных. Начинайте с одной лицевой, две изнаночных, две, две, две и закончите одной лицевой. Почему так? Вот по опыту вам говорю, что на краях удобнее провязывать лицевые петли, чем изнаночные. Тоже можно изнаночные, это ничего страшного. Но вот как удобнее лицевые. Так, и что вы делаете? Разделя, ну вот, находите серединочку. Вот. Нашли вы серединочку и перекидываете все петли на другую спицу. Естественно. Сняли вот это все дело. Вот. Сложили эти спицы, выяснили, где тут лицевая, вот лицевая, вот так вот. То есть у вас, когда вы начнете вязать, у вас будут здесь две лицевых, здесь две лицевых. Теперь берете, вот это перекидываете на любую спицу, на тонкую, толстую, без разницы. Потом берете спицу, на которой будете вязать и поочередно снимаете с одной, с другой. Вот так вот на одну спицу все это дело переснимаете. То есть такие маленькие кусочки тоже очень удобно вязать вот этим полым вязанием. Еще вот для пальто, допустим, да, когда мы будем с вами вязать пальто, то там нужно будет широкий пояс, допустим, да, вот ремень широкий. Тоже этим вязанием очень удобно вязать. Так, что-то у меня как-то спица одна толще, одна тоньше. О! Ну, не знаю, как-то так. Так, все, вот у нас это, вот у нас она здесь раскрытая. Все, и мы начинаем вязать. Вот, начинаем вязать, вот, резинку два на два. Вот, два на два резинку начинаем вязать. Так, ну, и что мы делаем? Видите, вот эта петля провязанная, то есть, нам нужно провязать и эту петлю. Она у нас здесь, видите, где? А те западают петли. Вот эти здесь, а те у нас запали петли. То есть, их мы будем снимать. Все, как обычное вязание. снимаем вот так. Здесь у нас лицевая, вот их видно. Здесь у нас лицевая будет. Эту снимаем. Тут уже пошли изнаночные, вот ее видно. То есть, когда вы первый ряд провяжете и вот так вот объедините вот это все, вам все будет прекрасно видно. сняли. Все, и вяжете изнаночные петли, да, перевернутые петли здесь все будут по кругу. То есть, кто вяжет, если вот как я вяжу, я вяжу, как называется, это бабушкин способ, я не вяжу классическим вязанием. Мне быстрее так. Ну, кто вяжет, в общем, вы увидите, как их перевернуть. так, ну, все, изнаночная. И почему вам говорю, вот сейчас я до конца дойду, чтобы вы понимали крайние петли, как вязать. Вот, это снимается, а у меня здесь попала так, лицевая. так, ну и все, и второй ряд. То есть, это у вас провязано полряда получается. Вот. Все, здесь у вас, видите, снять, это у вас лицевая идет. Сняли. Изнаночная. То есть, вы вяжете резинку 2 на 2, 3 на 3, там, 5 на 5, 5 на 1, без разницы. Первый ряд провязали, и остальные у вас ряды, вот их видно, то есть, видно, что вот это лицевая, эту вы снимаете, вот эту видно, вот она лицевая, вот она изнаночная, вот изнаночная пошла. Да? Так, сейчас я вам, сейчас дойду до конца, и покажу вам, как прибавляется. Все, сняли, и у вас здесь лицевая. Все, вот их видно, 2 лицевых, 2 изнаночных. На краю у вас 2 лицевых. Все. Вот. Сейчас я вам провяжу кусочек, чтобы было понятно, как я буду добавлять. Девочки, потеряла вот этот пульт, и без него, ну, страшно, как неудобно. Сейчас. Так, девочки, вот провязала я кусочек, это очень быстрое вязание, вот оно у вас, видите, вот вам готовы, уже носки, или рукав, кусок рукава, или кусок, там, чего, ну, в общем, всего, чего угодно. Так, и теперь я вам хочу показать, как же прибавляется это все. Вот, видите? Вот, видите прибавочки? То есть, как на обычных рукавах, как на обычных, вот, ну, где вам нужно чего добавить? Вот здесь тоже, видите, прибавочки? Вот, видите? Сама, вот этот. Так, и как же мы добавляем? Да, естественно, в краю, с краю, здесь. Посередине добавить, можно, конечно, но там нужно будет весь ряд переставлять. Это нам не, ну, можно и не переставлять, но, в общем, это не сейчас. Если вам добавить, нужно где-то вот здесь вот. Вот, это не сейчас, это потом. Значит, вот смотрите, вот здесь вот у нас, ну, вот давайте вот здесь, здесь добавим, здесь добавим, и здесь добавим. Вот у нас пойдут центральные две петли, и от них у нас пойдут прибавки, добавки, не знаю, как там правильно у вас считается это. Так, ну, и что мы делаем? Естественно, провязываем эту, да, из протяжки. Или кто хочет, накид делаете, да, как вам удобнее вязать. Или кто хочет, вот, с этой петли, без разницы, как вы сделаете. Вот, я вяжу с протяжки. Там вязала, я с протяжки. Мне так подходит. Все, вяжете, допустим, лицевую, вот она у вас уже прибавилась. Здесь у вас петля, естественно, снимается, да, сняли. Буду показывать все четыре, не выключаясь. Вот прибавки, все четыре покажу, не выключаясь, чтобы это было уже как положено. Так, все видно, правильно? Сняли. Изнаночная. Сняли. Изнаночная. Сняли. Добавили. С протяжки. Так. Добавили. Здесь, как бы, вы должны снять, но ее можно провязать. Вам все равно ее на той стороне провязывать. Так. Добавили, да? Вот это у нас одна из центральных петель, да? Тут мы сняли, провязали, добавили. Сняли. Изнаночная. Вот тут у нас, видите, две петли, которые нужно снять. Правильно? То есть мы эту снимаем из протяжки, провязали, сняли и провязали. Вот у вас добавились петли. Вот одна добавилась и вот одна добавилась. Вот это у вас центральные две петли. Но не всегда бывает, что здесь попадают эти петли. То есть если они у вас как-то попадают неправильно, вот здесь вот, вы их просто добавьте и переставьте, как вам нужно здесь. То есть не отчаивайтесь, что у вас там, допустим, три петли будут. Ну, тоже я вам сейчас голову здесь сморочить не буду. Я вам расскажу. Короче говоря, вы попробуйте. Не получится. пишите, если у вас вот здесь вот попутаются петли. Но ваша задача, чтобы вот здесь вот проверяете, что у вас здесь все как положено. Что петли здесь у вас одна за одну не зашли. Сейчас я вам провяжу кусочек, чтобы было наглядно, как я их... Так, девочки, вот я вам провязала кусочек, да, вот смотрите, все добавилось как положено. Видите? Вот. То есть это любая резинка. Самое главное провязать первый ряд. И все. Все. Вот она у вас расходится. Так. Ну что, раз мы уже с конца начали, да, я вам покажу как закрыть вот это вот дело. Чтоб оно, да, вы ж вяжете отсюда, да, вяжете, 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 а как вы здесь закроете? Оно ж тянуться не будет у вас. Ну то есть можно, конечно, так, чтоб оно было там по... Ну это, короче говоря, показываю. Так, берете, естественно, естественно, резинку. Помните, как купальник я вязала? Я вставляла вот эту вот резинку. Вот эта резинка, она выдерживает вот на этих носках, она выдержит, ну, сезон она точно... А если она не выдержит сезон, вы точно так же ее поменяете, эту резинку. Да, ну и что, берете обычный крючок, где тут у меня обычный крючок? Ну, например, например, да, ну вы же понимаете, толстое полотно. я вам так на нескольких петелечках, как всегда, как многие не очень любят здесь, да, берете резинку, делаете петелечку и вот так вот закрываете. Все, и она у вас тянется аж до куда хотите. Видите? Вот такая вот будет резиночка. Ну, здесь даже не видно, девочки. Здесь ее даже не видно. Ну, в общем, вот этот способ очень классный. Так, это я вам сказала, это я вам сказала. Теперь нам нужно набрать с носка. То есть, понимаете, да, вы одну часть набрали, вторую, вы хоть можете вообще пять пар вязать на одних спицах. Понимаете, да? То есть, все у вас с разных мотков идет, это с одного мотка, это с другого мотка. И еще, если, допустим, вот такие нитки с орнаментами, с полосками, и вы хотите их совместить. Видите, здесь почти совмещенный рисунок. Почти совмещенный рисунок. Да? Вот. То есть, понимаете, да, с одного мотка и с другого мотка, и у вас получаются одинаковые абсолютно носки. Точно так же с рукавами. Так, и еще, пока не забыла, сейчас я вам покажу, как набрать вот эти вот начало носка набрать. То есть, ну, вы все знаете, но я вам просто напомню, потому что вам уже срочно нужно вязать. Не то, что там играться, да, а вам срочно нужно вязать. И вот это сразу показываю, как на куртке, помните, да, двухстороннее вязание. Это я вам покажу в следующий раз подробненько. Но если кому срочно наберете двухсторонний жаккард, его в интернете полно, девочки точно так же вяжут, как и я. Вот. Этот же способ, вот этот же способ, вот это вязание получится у вас. Вот. И этим способом, когда будем вязать шапки, вот я здесь шапку находила, думаю, не буду вам показывать, но все равно то же самое полое вязание, вот это вот у меня шапка-ушанка. Видите, да, помните, кто давно на канале, все эту шапку уже знают, уже вязали мы эту шапку, ну, конечно же, будем еще раз вязать. Вот такая вот шапка, это тоже полое вязание, и можно связать вверх одного цвета, а низ другого цвета. Вот этим полым вязанием по кругу сразу, не по полотнам вязать, а сразу вязать. Но это потом. Сейчас я вам еще расскажу, раз я уже взялась, вот за носки, я вам уже доскажу. Значит, резинку вы поняли, как добавлять, это понятно, с пяткой, разбирайтесь сами, я здесь вообще ни при чем, не умею пятки вязать, случайно получилось. Вот, вот сейчас я вам покажу, как набрать вот это, вот это место, вот это место, и вот это. Но расчеты делайте сами, я вам просто чисто технически покажу, как это сделается. Так, девочки, для этого набора, вот начала вот этого носка, да, вот этого, нужно понадобиться вот на леске спицы, и смотрите, что мы делаем с вами. Значит, берем две спицы вместе, сюда накидываем петелечку, она у нас считаться потом, не будет. И вот так вот начинаем обкручивать спицы. У вас должны они быть, ну, ну, вот так вот, вот сколько петелечек нужно, столько и делаем. То есть, это у вас будет одна сторона и вторая сторона. Считаем. К примеру, это будете сами расчеты делать. Вот это у нас не считается, видите, считаем раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, по пять петель, допустим, да, у вас на одной и на второй стороне. Так, что мы делаем? Нитка идет вот с этой спицы, да, значит, ее мы вытягиваем, ой, вытягиваем и начинаем вязать эту сторону. Вот этой ниткой начинаем вязать эту сторону. Вяжем. Я специально вам здесь побольше вытягиваю, чтобы было виднее. Так и так. Все, эту сторону мы провязали. Теперь вытягиваем вот эту спицу, то есть мы сейчас будем вязать вторую сторону. Ну, вот так вот две вместе делаете, да, и вот эту вот вытянули. вот эта петелечка нам не нужна, потому что здесь будет тогда этот узел, скидываем ее, ничего не бойтесь, тут у вас ничего не распустится. Но здесь проверяйте, чтобы петля была ровненькая, да, вот, чтобы она легла ровненько, значит, она у нас ляжет ровненько, вот так вот, видите, три, и это, видите, какая перекрученная, вы ее перекручиваете так, чтобы она была ровненькая, вот она, видите, и вот так вот, и вот смотрите, что у нас получилось. Давайте вот на леске, видите, у вас здесь не будет шва, и потом вы вот так вот это все дело снимаете на другую спицу, сейчас, девочки, я возьму, я почему-то взяла тонкие спицы, я не пойму, почему, конечно, ну, ну, это же я, да, и начинаете снимать петли с этой спицы, то есть у вас изнаночная сторона должна быть внутри, можно, конечно, ее и снаружи, но тяжелее вязать будет, снимаете одну отсюда, естественно, одну отсюда петлю, я не знаю, почему я взяла такие спицы тонкие, это никому неизвестно, мне тем более, так, еще тут одна петля, вот она, все, и продолжаете вязать полым вязанием, как я вам показывала, первый ряд можете провязать просто так, хотя можно добавлять из первого ряда, вот, то есть, вы вот здесь вот можете уже добавить, ну, я вам сначала советую провязать вот кусочек без, так, вот это у вас снимется, вот эта петля провяжется, видите, вот это снимется, то есть, где у вас изнаночные петли, те будут сниматься, потому что у вас же лицевое вязание будет на носках, допустим, да, в общем, этот способ я вам предлагаю освоить очень даже внимательно, смотрите, тут если перевернутые петли, в общем, вы должны это все дело знать, вот эти хитрости все, это для быстроты, во-первых, во-вторых, как бы, чтобы вязать с картинки, или, допустим, вот вам в голову пришла какая-то идея, да, а вы примерно представляете, как это делается, но технически вы невольные, а вы должны быть вольные технически, то есть вы должны представлять, как это делается, и не бояться браться за такие тяжелые все, ну, как сказать, но оно все легкое, ну, просто вы это должны представлять, как это будет происходить, вот, видите, то есть тут вы уже начинаете прибавлять вот и у вас будет расходиться вот так носок естественно он будет чуть чуть поменьше ну вот давайте снимаем со спицы да и смотрим видите и здесь у вас не будет никакого шва вот такой девочки способ я вам предлагаю освоить для носков или как там у вас правильно я не знаю вот но и никто не отменял если вы начнете вот так вот допустим носки у вас так вот начало носку потом вот это вот стянете вот здесь вот начнете прибавлять да вот так вот стянете и у вас будет прекрасный носок как во всех носках ну классических короче говоря что сказала как я не знаю как вы меня понимаете но наверное как-то понимаете да девочки ну я вас люблю это я вам так говорю что общем на меня не злитесь если кто что не понял ну я объясняю как могу вот так что вот это я вам сегодня хотела показать и рассказать не знаю полезное ли было видео или опять бесполезная как всегда но может быть кто-то и будет таким способом вязать носки но если вы освоите этот способ девочки вы другим способом вообще не будете вязать это очень быстро и ну и очень быстро да вот ну вроде бы я все сказала сейчас я план почитаю как вы меня учили все я почитаю а да ну и что я делаю еще я вам не сказала вижу я капюшон капюшон вот вяжу я капюшон там я подвязываю рукава это очень долго вот эти вот вот эти вот карманы в общем рукава еще я не пришиваю рукава будут пришиваться в самом-самом конце потому что чтоб мне вот эту тяжелую куртку не пора не переворачивать 20 раз потому что карманы нужно пришить молнию нужно пришить обработать ее всю чтоб она у меня не таскалась это с рукавами целая такая огромная вещь вот и вот вижу я капюшон всем все понятно да как это будет это будет вот такая вот это будет вот на вот здесь вот потом я кто если капюшон в общем кому ни носки не куртка вообще ничего не нужно только капюшон вот связали вот такой кусок по ширине вот так вот вот по ширине вот головы ну сколько нужно вот отсюда и вот так вот связали вот такой вот прямоугольник да вот и начали его вот здесь вот набрали петли вот так вот набрали и начали вязать вот так вот вот так туда-сюда и будет у вас капюшон единственное что нужно будет добавить вот здесь петь девочки я вас так запутала что я вообще не знаю как вы со мной будете дальше жить короче говоря если вы меня не направите как-то в какое-то такое вот ну так в узкое русло то я вам вообще такого понарассказываю так в общем девочки вот я хочу чтобы у вас вот так вот все было вот вы и там и тут и тут и чтоб вы все знали вот все чтобы вы знали что вас интересует как всегда желаю вам хорошего настроения только хорошее настроение и все не получается что-то распустили пошутили посмеялись начали по новой а может быть день не ваш а может быть чуть чуть попозже а может быть просто нужно остановиться и вникнуть в общем девочки изобретайте это очень интересно очень интересно вот вот это я вам хотела пожелать вот и осень прелесть красота дальше будет зима а может быть и зима будет тепленькая а может быть мы с вами еще в светерочках походим до самой самой зимы у кого там есть новенькие светерочки вот вам прям повезло да вот девочки вот это я вам хотела сегодня рассказать про ремонт вот сейчас не буду не надо пугаться пугаться не надо сейчас я вам про ремонт не буду но если кто-то захотел перевесить какую-то полочку там или где-то что-то вот не трогайте пусть висит не трогайте ее потому что это выливается сейчас значит ставят в доме две стены еще не то что там понимаете стеночки там подкрасить и это вот но об этом я вам буду рассказывать дальше потому что ремонт очень увлекательная вещь и я так понимаю что где-то месяц точно а если не на два месяца я зависла с этим ремонтом ну то есть не так чтобы зависла не самой нравится вот ну и я знаете девочки я шесть тех людей которые подходят и говорят кто ж так строит да ну кто ж так строит я знаю как лучше вот ну хорошо у нас такие мальчики которые меня терпят терпят они меня выслушивают они со мной соглашаются это главное главное да вот короче говоря сегодня не про ремонт в общем чтоб у вас увлечений было столько чтобы вы не знали даже вот куда вам за что вам хвататься вот этого девочки я вам хочу пожелать вот чтобы у вас было время на все чтобы вы интересовались всем абсолютно всем не важно сколько нам лет не важно причем тут это я вам открою секрет есть такая молодежь понимаете им лет по 16 20 они уже старые бабушки по своему по своим суждениям и рассуждения так что ни возраст ничего такого здесь роли не играет если мы чем-то интересуемся и если мы будем продолжать чем-то интересоваться то мы всегда будем как говорится своем комфортном состоянии вот этого я девочки вам хотела пожелать ну все сегодня длинное видео видео еще раз извиняюсь что я не вышла вовремя воскресенье встречаемся и будем там с вами покажу вам двухсторонний жаккард как вязать ну как я могу вы знаете все девочки всем счастливенько всем пока пока пока